Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день, братья и сестры, собираясь в Церквах Божьих, мы празднуем сразу несколько событий, которые запечатлела история Церкви и оставила в памяти народа церковного, оставила в летописях, оставила в самой традиции празднование этих событий. Одно из событий – это происхождение древчисного и животворящего креста. Почему сегодня мы слышали Евангелие, читаемое о распятии Христовом, о напоминании для нас силы крестной и происшедшего искупления рода человеческого через жертву Христову. Происхождение или в переводе с церковнославянского «изнесение» древа, честного и животворящего креста совершалось с древнейших веков Византийской империи, и уже упоминается в летописях IX века, когда в начале Успенского поста из сокровищниц царских износилась в драгоценном ковчеге часть животворящего древа Креста Господня и полагалась на престоле Собора Святой Софии Константинопольской. И затем, вследствие распространяющихся часто заболеваний в августе месяце, часть животворящего древа Креста Господня, того самого креста, на котором был Господь распят, ее носили по площадям и улицам города, совершая особое молебствие, совершая водоосвящение и окропляя народ водою, и при этом совершалось множество чудес исцелений. Сегодняшний же день празднуется особый день празднования Спасителю и Пречистой Его Матери в память явления императору Мануэлу Константинопольскому и великому князю Андрею Боголюбскому в один день, когда они ополчились на брань один против сарацин, другой против болгар-язычников, видение, воодушевляющее от иконы Божьей Матери, когда лучи исходили от иконы Царицы Небесной и при этом войска одержали победу. Сегодня же празднуется память седми мучеников, братьев Маккавеев, что в переводе с древнееврейского Маккавей значит молот. И это слово говорит о их твердости и несокрушимости, и их способности разрушать все неугодное Богу, о их крепости против всего небожьего. Матери их Соломонии и учителя их священномученика Елеазара. Житие их относится ко второму веку до Рождества Христова, когда в Ветхозаветной Церкви происходили события, которые можно назвать бедствием всенародным. Народ израильский, вернувшийся в Иерусалим после 70 лет Вавилонского плена и отстроивший вновь храм Иерусалимский, украсивший его, некое время наслаждался миром, благоденствием, благочестие процветало. Но вот после захвата греками Иерусалима начали вводиться в Святом Граде языческие традиции, которые не соответствовали ни закону Моисееву, ни закону нравственному, и многие из евреев тогдашних, из человекоугодия к власти придержащей, они принимали правила жизни языческих греков. поначалу все было как вроде приобщения к греческой культуре, стадионы, христалища, игрища, на которое собирался народ, пренебрегая церковным богослужением, затем из желания угодить правителям некоторых из священнослужителей храма Иерусалимского, стараясь приобрести себе какие-то некие почести, они принимали даже имена, греческие, отвергая свои, родные, и они выкупали себе за большие деньги звание первосвященников, да так, что один брат свергал другого брата, заплативший больше, а затем оба брата в нечестии своем убили первосвященника Азию, который был истинным, неправедно свергнутым первосвященником отличался праведностью и благочестием, последующие за ним и два брата первосвященника также перекупали право первосвященства у императора греческого один у другого и грабили храмы иерусалимские сокровищницу храмовую, в которой содержались средства для содержания вдов и сирот. все это вызывало недовольство народное. Люди твердые в благочестии уходили в горы, уходили в пустыни, чтобы не участвовать в делах нечестивых. Но и здесь им не давали покоя, потому что император Антиох Эпифан провозгласил себя, что он является Юпитером, Зевсом, и сам храм Иерусалимский превратил в языческое капище, поставившее изображение Зевса и повелевшее приносить жертвы идольские в храме Иерусалимском. Тех же, кто уклонялся и не желал приносить жертвы, принуждали муками, было совершено множество казней и убийств за отказ людей следовать языческому нечестии. Двух матерей, которые тайно совершили обряд обрезания своих младенцев, когда дошло это до императора, то и младенцев повесили на шеи и заставили водить так по городу, а потом сбросили этих матерей с младенцами со стены и так они окончили жизнь мученически. Совершались молитвы и богослужения тайные в пещерах, в пустынях за Иерусалимом, но когда это дошло до императора, он послал войско и приказал сжечь огнем всех, кто собирается на тайные сокровенные молитвы. И так, во время этого гонения пострадали и церковь записала даже в книгах священного писания, книга Маковейской, подробности всех этих событий и страдания седьми родных братьев, учеников священника Елиазара, старца престарелого, который отличался благочестием, рассудительностью и учительством и матери их Соломонии. История их житья говорит о том, что сначала был замучен священник Елиазар, которому некоторые уговаривали нарушить закон Моисеев, якобы внешне вкусивши идоложертвенного мяса, а на самом деле мы сделаем тебе подмену и ты вкусишь просто мясо, которое разрешается вкушать иудеям, никто этого знать не будет, будут только видимость, что якобы ты съел свиное идоложертвенное мясо. Но тот сказал, я состарелся в вере своих предков, я хранил благочестие от юности моей, чтобы я на старости послужил соблазном и к падению многим, да не будет этого. Его избивали жестоко, заливали уксус в ноздри, а затем бросили на костер и сожгли. Впоследствии схватили целую семью, Соломонию, семь ее сыновей. И они стояли во благочестие, наученные своим учителем, священномучеником Елеазаром, и старший взял на себя твердость и смелость отвечать перед лицем учителя. С него на глазах матери содрали кожу и затем сожгли огнем. Так же поступали с другими братьями. И наконец, когда остался самый младший, то император начал уговаривать его с клятвами. Ты принеси жертвы идолам, и ты будешь чести у меня, и я тебя саном особым награжу. Но отрок ответствовал. За твою неправедность Господь пошлет тебе смерть как наказание, и ты исповедуешь исповедуешь истинного Бога, который прославлялся отцами нашими и прославляется. Видя твердость его младенца, которого и мать уговаривала сохранить верность Богу и верность церкви ветхозаветной, церкви отцов и правоотцам. когда она говорила ему чадо, я не знаю, как ты произошел во моем чреве, не я тебе дала душу, не я тебе дала силу жизни, я не знаю, как составился костный состав твой во чреве моем, все это сотворил Создатель, который волен воскресить нас в последний день и даровать нам жизнь вечную, не убойся временных мучений, они временные, и жизнь наша временная, она оканчивается рано или поздно, убойся потерять жизнь вечную, убойся потерять Бога. Так уговаривала мать самого младшего, а он еще, когда мать говорила к нему, твердо исповедовал себя перед императором и был замучен на глазах матери, в кучу сбросили истерзанное тело семи ее сыновей ей под ноги, она же, упавши на колени, воздела руки к Богу и благодарила Бога и изливала свое материнское сердце в молитве за их бессмертные души, и материнское сердце ее не выдержало, и она скончалась вместе со своими сыновьями, будучи погребенна. Все эти беззакония вызвали возмущение народное и народное восстание, которое возглавил Иуда Маковей, который изгнал язычников из отечества своего, и было вновь восстановлено церковь ветхозаветная, вновь было восстановлено отеческое благочестие, которое воспитало впоследствии Иоанна Предтечу, Иосифа Обручника, Божью Матерь Иакима и Анну, и других подобных им праведников Ветхого Завета, которые положили основание перерождение церкви в Ветхозаветную церковь новозаветную, христианскую, после пришествия в мир Христа Спасителя Мира. Но в сегодняшний день, братья и сестры, вспоминается еще одно событие, о котором нельзя не упомянуть в нашем Отечестве. Именно в сегодняшний день при впадении реки Почайной в Днепр князь Владимир крестил киевлян. Сегодняшний день является историческим днем, когда множество народа, тысячи народа, населявших стольный город Киев, пошел вслед за своим князем на его призыв креститься. А бояре, будучи язычниками, они на своем совете на предложение князя креститься, и рассуждая, они сказали, «Недаром и бабка твоя, мудрейшая из жен русских, приняла святое православие». Но дело-то в том, что Владимир, избирая православие, избирая православное христианство, он не по каким-то политическим, экономическим причинам избрал именно православие. Он испытывал веры, он призывал к себе и мусульманских проповедников, призывал и иудеев, призывал и западной Европы проповедников, а затем посылал своих послов в те места, где жили эти народы, исповедавшие проповедуемую ими религию. И как они, приехавшие из Западной Европы, сказали «Придохом немцы и видихом мнозе службы творящих, но красоты не видишь никакой же». И когда они приехали в Константинополь стали в соборе Святой Софии, и сам патриарх совершал богослужение великолепие храма, у которого только диаметр купола был 40 метров, когда хор только декана исполняли Херувимскую, а хор Софии Константинопольской, которая, к сожалению, сейчас опять обращена в мечеть, хор состоял из двух тысяч человек, они стояли на этом богослужении и потом сказали князю, не знаем, где мы были, на земле или на небе, но точно знаем, что там с людьми пребывает Бог. И они свои впечатления и твердую уверенность принять православие привезли с собой упомянувши и о мудрой жен русских княгине Ольге, которая еще во времена языческие, еще когда сын ее святослав оставался язычников, она приняла христианство ради спасения своей бессмертной души и воспитала внука своего, будущего крестителя Руси, князя Владимира. Но избранию вер и испытанию вер предшествовало еще и то, что наш народ уже был знаком со святым православием. Откуда же наш народ знал о жизни православных христиан и о христианстве? Еще с первого века во времена Римской империи, в которую входил и Крымский полуостров, римские императоры, как на каторгу, в Крым ссылали христиан для работ в каменоломнях. Туда же был изгнан и сослан ученик апостола Петра Климент епископ Римский, мироточивая глава которого хранится и до ныне в Киево-Печерской лавре. Мы знаем, братья и сестры о том, что еще до крещения князя Владимиром Киевлян Хазария, которая простиралась в низовьях Днепра, Дона, Волги, уже в IX-X веках имела митрополию и семь епархий. Подпись епископа Хазарского стоит на документах VII Вселенского Собора в VIII веке. В IX веке, когда равноапостольные Мефодий и Кирилл создали славянскую азбуку и проповедовали христианство славянским народам, то в епархию равноапостольную Мефодия в Моравскую входили Закарпатья и теперешняя Волынь. При князе Владимире Святославиче в X веке в Ростов Великий приходит преподобный Авраамий с Валаамского монастыря, который существовал уже в IX веке основанный греками Сергием и Германом Валаамскими. Мы знаем, что существовала уже христианская слобода в Великом Новгороде до крещения новгородцев. Мы знаем, что на Подоле стояла соборная церковь пророка Ильи в Киеве, в которой отпевали княгиню Ольгу А соборная церковь говорит о том, что было несколько храмов христианских в Киеве еще до его крещения. Сам торговый путь из варяг в греки пролегающий через Киев под Днепру он привлекал многих купцов христиан, которые, конечно же, проповедовали христианство. Мы знаем варягов Иоанна и Федора, которые пострадали в языческие времена от язычников в Киеве и мощи их хранятся тоже в Киево-Печерской лавре в пещерах. Мы читаем житие святителя Николая Чудотворца, где пишется о городе, который находился при впадении реки Дона в Азов и уже в VIII веке из этого города плавали паломнические группы на поклонение мощам святителя Николая в Миры Ликийские в Малую Азию. Это впоследствии в XI веке мощи были перенесены в Бари, в Италию. А до этого они находились в Ликие в Малой Азии и туда паломники совершали паломничество. То есть наш народ потому легко и принял христианство, потому что был уже с ним знаком, общаясь с христианами и имея правителей христиан, таких как княгиня Ольга, имея примеры благочестия в ревнителях православия, которыми были в Аламске первые Сергий и Герман и Авраам и Ростовский, сокрушивший идола Велеса в Ростове Великом. Поэтому мы с удивлением видим, как быстро христианство распространилось в нашем Отечестве. Это потом, в советское время, в истории написали, что новгородцев крестили мечом и огнем. Но ведь история говорит летописное совсем иное. Волхвы новгородские, услышавшие о крещении киевлян и боясь потерять свои доходы, они подняли восстание в Новгороде и сожгли христианскую слободу. Подтверждение летописным документам и сейчас раскопы новгородские, на которых находят обгорелые кресты X века, металлические иконы, которые говорят о страшном пожаре, который именно был в христианской, в Слободе Новгородской. И восстание пришлось усмирять. Но это не насаждение христианства было, это было уничтожение бунта, который воздвигали волхвы языческие. Поэтому мы видим, братья и сестры, как в скорости не просто распространилось христианство, но множество монастырей воздвигнуто было в нашем Отечестве. Владимир равноапостольный, пришедший на княжение Киевского с Великого Новгорода, объединил племена Кривичей, Словен, Радимичей, Волынян, Полян, Древлян, объединил в единое государство Святую Русь. Его сын Ярослав Мудрый, который пришел тоже на княжение Киевского с княжения Новгородского, воздвигал множество храмов. Некоторые хроники пишут, что во времена Ярослава Мудрого Киев был соперник Царьграда, насчитывал 400 церквей и 8 рынков. Мы видим братья и сестры и первых святых, которые искренно святостью просияли. Это страстотерпцы, сыновья князя Владимира и братья Ярослава Мудрого Борис и Глеб. Один из них был князем Ростовским, другой князем Муромским. Мы вспоминаем звезду, предваряющую солнце пресветлая князя Владимира, княгиню Ольга, которая была псковитянка и не боялась среди язычества быть христианкой, исповедуя христианство. Мы вспоминаем князя Владимира Мономаха, который со Смоленского и Черниговского княжения пришел на Киевский престол и был как бы вторым князем Владимиром и по благочестию, и по той любви и объединению своего Отечества. Мы, братья и сестры, вспоминаем и его сына Юрия Владимировича Долгорукого, основавшего город Москву, и его внука Андрея Боголюбского, который основал столицу Владимира Суздальского княжества и украсил город Владимир. Мы вспоминаем братья и сестры и их благочестивого потомка Александра Невского, который своей ревностью, который своей твердостью хранил наше Отечество в трудные и сложные времена монголо-татарского нашествия и разорения. Мы прославляем и сына Александра Невского, который воспринял престол своего прапрадеда Юрия Долгорукого, небольшой, удельный город Москву, и положил начало князям московским, будучи прямой ветвью князей киевских. Но не только князей мы вспоминаем. Мы вспоминаем Антония и Феодосия Киева-Печерских, которые уроженцы нашего Отечества положили начало монашеству в нашем Отечестве. Мы вспоминаем братья и сестры святителя Михаила первого митрополита Киевского и его преемников на киевской кафедре, такие, как Константин митрополит, который величайшим смирением обладал и самоукорением. Мы вспоминаем Илариона митрополита киевского, который днетленными мощами в схеме лежит в Киево-Печерской лавре и слово похвальное, которое написал князю Владимиру. Мы вспоминаем элитописцев наших, Нестора, первого историка нашего государства и других подчас неведомых тружеников летописцев, которые сохранили историю нашего Отечества для нас и до нашего времени донесли. Мы вспоминаем и первого врача, основателя медицинской науки в нашем Отечестве Агапита Печерского. Мы вспоминаем Григория Алипия иконописцев Киево-Печерских, которые положили начало развитию искусства, иконописания в Церкви Христовой в Отечестве нашем. Мы вспоминаем братья и сестры в сегодняшний день и многих тех, кто пожил во благочестии, строя храмы, монастыри, молясь в них. Мы вспоминаем множество чудотворных икон, которые Господь явил в нашем Отечестве и в нашей Церкви, и от которых было множество чудес исцелений, когда сохранялись города от врагов благодаря заступничеству Божьей Матери, когда прекращались бедствия, моры болезненные после крестных ходов молебнов перед иконами Царицы Небесной чудотворными. Мы вспоминаем братья и сестры и наших дедов и прадедов, отцов, матерей и бабушек, которые нас воспитали в христианстве и в советское тяжелое время не только перенесли муки гонений, тюремных заточений и ссылок на каторги, но которые тайком нас крестили в храмах, учили нас молитву Отче Наш и верую, и Богородицу, учили нас быть христианами по духу и нравственными людьми для общества, которые учили своим примером нас трудолюбию, которые преданностью Церкви Христовой, не предавшие ее, показывали нам пример в те годы гонений, как надо жить по-христиански. В сегодняшний день мы вспоминаем братья и сестры не только историю крещения нашего народа, но и историю развития нашего благочестия в нашей Церкви, в нашем народе Божьем. Ведь недаром еще апостол Андрей Первозванный во время своего миссионерского путешествия, взойдя на горы киевские предрек на сих горах восеет благодать Божья. И многие храмы тут будут воздвигнуты. И благочестие воссияет. Мы вспоминаем сегодня святителей, которые хранили догматы и каноны Церкви Христовой. Это и святитель Петр, митрополит Киевский, и всея Руси, родом из Волыни, но ставший первым митрополитом московским. Это и святитель Алексий, родом из Черниговских бояр, ставший воспитателем князя Дмитрия Донского, потому что тот воспринял княжество в восемь лет, и митрополит Алексий управлял державою и церковью. Мы вспоминаем братья и сестры и преподобного Сергия Радонежского, которого постригал епископ Волынский в монашество. Мы вспоминаем сегодня братья и сестры и святителей Феофана Затворника и Дмитрия Ростовского и Тихона Задонского и Гнатия Брянчанинова, которые оставили нам Святоотеческие Писания, раскрывшие нам красоту духовной жизни в Церкви. Мы вспоминаем сегодня и тех пастырей, монашествующих и мирян, которые пострадали в годы гонений, кровью своей подтвердивши, что они не врали народу. За ложь никто не пойдет в тюрьму на расстрелы, на гонения, на каторги. Шли, храня истину. И приходя из тюрьмы, каторг опять служили на приходах, как игумен Иоанн Стрельцов, который 12 лет каторги отбывший, говорил, детки, не переживайте, еще Святогорский монастырь откроется, обитель процветет, прославится, колокола будут звонить такие, что до Красного Лимана будет слышно. И хоть вы меня в селе Покровском похороните, но все равно мощами в Святые горы меня принесете, сами приедете, и будем вместе с вами там Богу молиться. В подтверждении Его слов, а Он скончался в 1970 году, только через 22 года открылся наш монастырь. Но Он говорил, что как начнут, когда откроется монастырь вновь в Святогорске, как начнут туда старые братья собираться. И мы удивлялись, как могут старые братья собираться, когда последний из старых монахов скончался отец Дорофей у нас в Святогорске в 1972 году. Но когда начали переносить мощи наших преподобных, тогда и поняли, вот о каких старых братьях, которые будут собираться, говорил Игумен Иоанн. Повторюсь, что хоть и похороните в селе Покровском, а все равно мощами меня в святые горы принесете, меня принесете, сами приедете, и будем вместе с вами там Богу молиться. И сегодняшний день мы наследие Святой Руси и крещение Владимирова мы сегодня не сами. Вместе с нами молятся наши угодники Божия по неложному своему обетованию. А раз они с нами, значит с нами Господь, Божья Матерь, Ангелы-Хранители и все святые от века просиявшие. И мы в сегодняшний день, братья и сестры, исповедуем нашу Святую Церковь, которая через мучения, гонения, страдания, зрения, уничтожения святынь, взрывов храмов, гонений на наших пастырей и монашествующих и верующих мирян, видя сбрасывание колоколов над смеянием и поруганием всяческое над верующими, мы, несмотря ни на что, остались таковыми и являемся людьми церковными и людьми Божиими. Потому что кому церковь не мать, тому и Бог не отец. И в сегодняшний день, братья и сестры, в сегодняшний день крещения нашего Отечества в Святой Руси, Святой Руси, которая сегодня объединяет в единой церкви и Украину, и Белоруссию, и Россию, и Молдавию, и Эстонию, и Латвию, и Литву, которая объединяет сегодня и Японию, в которой более 150 приходов православных нашей японской автономной, но в составе русской православной церкви, она сегодня объединяет все континенты, на которых наши соотечественники живут в рассеянии и молятся в православных храмах Вашингтона, Нью-Йорка, Лондона и Сан-Франциско, Парижа и Вены, в Яблочинском монастыре Польши, в Ивануфриевском православной церкви Польши молятся, в Австралии Канберийская епархия, в Троицком храме в Антарктиде, и во многих других храмах на всех континентах рассеянных, которые являются братья и сестры теми ростками Святой Руси, которые взошли после сеяния слов христианской правды и Святого Православия нашими благочестивыми соотечественниками. Мы счастливы, что мы живем в этой церкви. И не удивляемся, что сегодня враг восстает против церкви нашей, против архипастырей, против пастырей. Мы видим подчас, как та или иная государственная власть, будь то во времена советские, будь то сегодня, меняя одну другую, хотели иметь бы карманную церковь, которая одобряла бы все их действия и была у них как золотая рыбка на посылках. Как правило, такие правительства остаются у разбитого корыта, а церковь не люди основали, ее основал Христос. Основал Христос и положил основание в людях святых, благочестивых, на основании мучеников, утвердивших церковь в нашем Отечестве. И мы, братья и сестры, в сегодняшний день понимаем, что церковь это не человеческое учреждение. Люди счастливы, что они могут быть людьми церковными. Как были счастливы и не предавали церкви наши деды и прадеды, даже в те времена, когда на их глазах расстреливали священников и взрывали храмы. Они церкви не предали. И мы в сегодняшний день, братья и сестры, стоя в храме, который тоже возрожден вашими трудами, вашими копейками, вашими пенсиями. Помните, сколько мы мусора из этого храма вывезли с вами? 2600 тонн, я напомню, 40 вагонов из этого храма мы вывезли мусор. А Покровский храм, вы помните, на нем росли трава и кустарники сверху, а сейчас колокола с него звонят. А Никольский храм считался аварийный памятник архитектуры. В него был запрещен вход, он грозился обрушением, а сегодня в нем мы каждый день молебны Николаю и Чудотворцу в два часа дня служим. мы братья и сестры рады с вами, что мы деятельной любовью любим церковь и своими трудами восстановили святыню. Не американцы, не немцы, не Евросоюз восстанавливал эту святую лавру, а в те трудные времена, когда все мы были миллионерами и на руках имели купоны, мы братья и сестры своими средствами мы созидали и восстанавливали свою древнюю святыню. так? Сейчас многие говорят, говорят, что они настоящая церковь, а мы не в ту церковь ходим. Надо ходить в другую. Если раньше власти говорили, вообще запрещали в церковь ходить, всячески поливая ее грязью, то сейчас переменили тактику. Нет, вы в церковь ходите только не в эту, в которую нас привели за руку дедушки и бабушки, а ходите в ту новую, она настоящая, та наша. Нет, братья и сестры, для меня первым патриархом, для меня первым священником, благочинным, первым епархиальным архиереем первым наставником в христианстве была моя бабушка. Ее благочестие, святость ее жизни повлияло и на мое мировоззрение. Мои родители, простые железнодорожники, когда были на моей епископской хиротонии, мой папа сказал, сынок, ты епископом стал даже не благодаря нам с матерью, а благодаря нашей бабе ты стал епископом. И я это подтверждаю, что она давала такой пример благочестия, до которого мне еще расти и расти. И они хотят сказать, что она ходила не в ту церковь, и она была не такая христианка. Я пришел в церковь моей бабушки, ее матерь, моей прабабушки, моих отцов, дедов и прадедов. Я пришел и служу в церкви князя Владимира, которая после его крещения в нашем Отечестве была и есть. И спрошу у вас, братья и сестры, когда мы восстанавливали наши монастыри, а их было всего в Советском Союзе 11 монастырей, всего лишь, на весь Советский Союз 11. Сейчас на Украине 158 монастырей, 12 с половиной тысяч храмов, которые построены заново или восстановлены из руин после тысячелетия крещения Руси в наше недавнее время. И эти храмы не стоят пустые. И эти монастыри наполнены насельниками и насельницами. Вокруг храмов и монастырей детские воскресные школы, где детки воспитываются в христианстве. И многие из нас, будучи комсомольцами, коммунистами, пионерами, впервые перешагнули порог и стали христианами, вспомнивши благочестие своих родителей. Впервые поисповедовались, впервые причастились и восстановили в своей душе каждый ту Святую Русь, которую создал князь Владимир. Мы, братья и сестры, не можем не помнить, что наши предки благочестивы украинское казачество, как оно стояло всегда на защите Святого Православия. В те времена тоже очень трудно приходилось выстаивать и сохранять Православие от католической экспансии. И летописцы украинские в 17 веке после гонений на православных запишут, что такого не было и при татарах в 17 веке, что творили в нашем Отечестве с Православными. Мы церковь народа исповедника, церковь народа мученика, церковь Христова. И вот я вас спрошу, когда восстанавливали вот эти храмы, я вспоминаю, в Донецке было только 4 храма действующих, а сейчас только в городе Донецке 104 храма. Я вспоминаю, братья и сестры, что Днепропетровская епархия на всю область имела 15 храмов в советский период, а сейчас сотни храмов в Днепропетровской области, также и в Харьковской, и в других областях. Но когда восстанавливались эти храмы, когда у нас возникла война, и люди стали беженцами в своем Отечестве, я спрошу у вас, слышали ли вы, чтобы на восстановление и возрождение наших храмов, монастырей, наших святынь, Константинопольский патриархат пожертвовал хоть копейку. Слышали? Нет. А может кому-то из Константинопольского патриархата, когда те были беженцами в недавнюю войну, может пришло какое-то пожертвование, пособие, или хотя бы буханка хлеба или пачка вермишели. Было такое? Не было. Так вот, братья и сестры, а видите ли вы своими глазами и своим участием возрожденные нами храмы и монастыри? Видите? Конечно видим. А знаете о той широкой социальной помощи, которую церковь нашим беженцам оказывала и оказывает за всех епархий, помогая как родным братьям и сестрам своим? Знаете? Знаем. да какая же нам церковь мать после этого? И чьи мы тогда чада? Этих политиков, которые сегодня есть, а через пять лет их не будет. И неизвестно, что следующие политики запоют. Мы должны слышать голос Евангелия, голос Христа, голос святых и голос своей церкви, которая не оставляла наш народ ни в радости, ни в процветании, ни в бедствиях, ни в страшных трагедиях, всегда была и есть со своим народом. Так нужна ли нам какая другая церковь, братья и сестры? Нужен ли нам какой другой предстоятель, кроме митрополита Ануфрия, митрополита Киевского и всей Украины? Является ли наша церковь, наши архипастыри и пастыри благодатными священнослужителями? Да, является. Поэтому это наш ответ, братья и сестры, сегодня политикам или тем, кто старается через средства массовой информации через какие-то непонятные доводы свести нас столкнуть с пути спасения, с пути, который ведет ко Христу, в то царство, в котором мы встретимся с нашими отцами и матерями, бабушками и дедушками, со святыми угодниками Божьими, которым мы привыкли молиться и ощущать их защиту, потому что они родные нам, а мы родные им, потому что и мы, и они жили и живем в одной церкви, о которой Господь сказал, «Созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ей». Аз есмь с вами во вся дни до скончания века. Аминь. Подписывайтесь на YouTube-канал Святогорской Лавры и вы всегда будете в курсе новостей обители. А чтобы совершенно ничего не пропустить, установите уведомления обо всех обновлениях нашего канала, нажав на колокольчик под этим видео. Следите за новостями Святоуспенской Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok